Всем привет! Пришло время обновить рейтинг оружия из раздела болтовых винтовок, так как обзор на всех представителей уже сделан и пора подытожить какое, когда лучше использовать и как оно себя показывает в сравнении с конкурентами в своем разделе, именно так как их распределили разработчики. Все таблицы будут размещены в моей группе вконтакте, на которую я рекомендую подписаться, так как там размещается много полезной дополнительной информации, в том числе оперативно обновляются таблицы с оружием, амуницией и ключами, так как делать отдельное видео не всегда будет целесообразно, особенно если нет существенных изменений и добавлено к примеру всего одно новое оружие, а на моей странице на бусте все материалы выходят гораздо раньше, а также публикуется свой эксклюзивный контент. И не будем затягивать, приступим к разбору винтовок с продольно скользящим затворем, так сказать по возрастанию. Про особенности данного класса говорить не будем, так как он и так достаточно специфичный и не каждому заходит, а играть иногда придется, как минимум для выполнения заданий предназначенных для болтовых винтовок. ВПО-215 Гарнастай. Из преимуществ одно из самых доступных и дешевых представителей в классе, использующий боеприпас 366 ТКМ, обладающий высоким уроном и слабым пробитием. В общем, ВПО-215 как за свои деньги вполне себе неплох, но есть оружие на порядок эффективнее, поэтому есть смысл использовать данный образец как бюджетное оружие для выполнения большинства заданий, предназначенных для болтовых винтовок. Так как и обходится дешево, в тюнинге совершенно не нуждается, так и в случае гибели нашего персонажа с ней всегда вернется по страховке. При использовании кастомного боеприпаса БПМ эффективность оружия заметно возрастает, благодаря способности поражать противника в груз всего с одного попадания. Лично я выполнял задания на уничтожение ЧВК на дистанции ближе 25 метров именно с этим оружием на боеприпасах БПМ. В скором времени выйдет видео по выполнению всех заданий в игре с моими рекомендациями, поэтому подпишитесь на канал, дабы не пропустить выход новых видео. Собственно и все, оружие для задания и уничтожения ЧВК при условии использования патроны БПМ на дистанции до 100 метров. Винтовка Мосина. И тут есть пару вариантов данного оружия. Короткий обрез, чисто фановая игрушка, не более после всех нерфов. Пехотная версия карабина выделяется отсутствием крепления для установки штатного прицела, но на данную версию прицела все же можно устанавливать через переходники на место целика. Снайперская версия имеет уже крепление для базового прицела, и вот она раньше была очень грозным оружием. Но после всех балансных правок, которым подвергся боеприпас 7.62х54Р, винтовка Мосина больше не вызывает репет у врагов. Она просто перестала их убивать в грудь. Остается стрелять в голову. Бюджетным оружием также назвать нельзя, обходится надорого, особенно если задаться целью пересобрать ее в новом луже и с неплохим тюнингом. Поэтому от былого величия уже ничего не осталось. Рекомендую использовать только если вам нравится данная олдскульная винтовка, а в остальном некомфортное оружие из-за низкой эргономики. SV-98 хороша в первую очередь тем, что использует боеприпас калибре 7.62х54Р и в отличие от винтовки Мосина, обладает неплохой эргономикой в стоке, хорошими показателями по точности среди конкурентов в своем классе, широкой доступности и невысокой цене, что делает ее, как по мне, гораздо интереснее винтовки Мосина, как для бюджетного снайпинга, в частности для ведения стрельбы на высокие дистанции. Особенно винтовка стала привлекательно выглядеть после добавления нового ложи. Из минусов могу выделить ее громоздкость и высокую громкость выстрела, если не использовать глушитель. Данное оружие легко можно опознать даже на другом конце карты. В общем, как базовое оружие для серьезного снайпинга вполне себе. Ремингтон М700. В первую очередь оружие интересно своим широким моддингом, неплохим выбором различных лож и других компонентов, что значительно повышает комфорт обращения с оружием. Плюс сюда же можно добавить малые габариты, высокую эргономику, неплохую точность, что в купе даст вполне отличную снайперскую винтовку, позволяющую играть достаточно эффективно, насколько это конечно возможно, используя боеприпасы в калибре 7.62х51 мм нато. И это уже то оружие, играя с которым можно получать удовольствие, если вам конечно интересен подобный неспешный геймплей и с деньгами проблем особо нет. Можно встретить ее конечно и у диких, но данный образец использовать не рекомендую, да и вообще любое другое оружие, особенно если собираетесь вести стрельбу на дистанциях свыше 100 метров, ввиду того, что низкая прочность заметно понижает точность оружия. Orsis T5000. На мой взгляд отличная снайперская винтовка с продольной скользящим затвором, особенно будет хороша для новичков и людей с малым опытом игры, так как данное оружие обладает просто высочайшей эргономикой, что напрямую зависит на время удержания оружия, находясь в режиме прицеливания. Хорошая точность, низкая отдача, но самая главная особенность заключается в том, что после выстрела не происходит увода оружия предосыленного патрона в патронник, находясь в режиме прицеливания. И это единственное оружие на данный момент в игре, обладающее такими свойствами. Из минусов оружие не дешевое, обладает немалыми габаритами и самое тяжелое в классе. Ну в общем использовать можно, боеприпасы используют в калибре 7.62х51 мм нато. ДВЛ-10 имеет две разновидности, Урбана и Диверсант. Вторую можно получить путем небольшого тюнинга, а именно заменой ствола на ствол с интегрированным глушителем. И вот данная версия, как по мне, представляет наибольший интерес, но обо всем конечно по порядку. Версия Урбана имеет высокий показатель по эргономике в базе, отличную точность и самую низкую вертикальную отдачу, но увод с линией прицеливания при досыле патрона в патронник все равно происходит после выстрела. Зато подброс оружия тут один из самых низких. Купить оружие можно на третьем уровне лыжника, но только после выполнения задания по уничтожению диких на автодороге на локации маяк. Либо остается обменивать, покупать на барахолке не рекомендую, так как стоит очень дорого, ввиду того, что необходимо будет для сдачи ее по одному из заданий механика. Диверсант выделяется в первую очередь наличием интегрированного глушителя, компактными размерами и практически бесшумной стрельбе, она очень тихая. И вот данная версия мне как раз из-за этого и нравится больше всего. Боеприпасы используют также в калибре 7,62х51мм нато и XMC. Совсем недавно на нее был обзор на канале, если кто еще не посмотрел, то все ссылки будут в описании, а также в подсказке к видео. Оружие занимает почетное первое место и все благодаря тому, что использует боеприпасы 338 Лапуа Магнум, благодаря чему способна поражать врага всего с одного попадания в грудь. Да, бывают спорные ситуации, когда этого не происходит даже после двух попаданий, но упустим данный момент, списав его на попадание в руку или другие технические проблемы. Но в сравнении с другими винтовками с продольной скользящим затвором она прям заметно эффективнее. И несмотря на большие габариты, высокий вес, причем они самые высокие, эргономика низкая, вертикальная отдача самая высокая. Но затоточность самая лучшая, да и патрон все компенсирует с лихвой, обладая просто отличной баллистикой и позволяет вести уверенный прицельный огонь на дистанциях 200 метров, без особых корректировок по дальности. И еще, для открытия оружия в покупке нужно достичь четвертого уровня прокачки у егеря и выполнить задание по убийству босса локации штурмана и принести его ключ с помидкой «Найдена вреди». Но в остальном это все равно отличное и эффективное оружие, позволяющее уверенно выполнять задание по убийству чевика в голову на больших дистанциях. Собственно таким получился у меня терлист оружия в разделе болтовых винтовок, пишите в комментариях с чем не согласны и почему, а также не забывайте про подписку на канал и мои страницы вконтакте и на бусте, дальше будет еще интереснее. И всем пока!